В минувший четверг в администрации Артемовского городского округа вновь вручались сертификаты на приобретение жилья по программе «Развитие села». Дамы и господа, уважаемые родители, я вообще счастлив, что в рамках федеральной программы «Развитие села» сегодня мы вручаем вам свидетельства на улучшение вашего жилья. Я считаю, что и администрация города, и все-таки федеральная власть, и областная власть делают по возможности те добрые дела, которые все-таки позволят молодым специалистам оставаться на нашей территории с тем, чтобы люди не уезжали в Екатеринбург, а развивали наш город, нашу территорию. Из рук главы администрации Артемовского городского округа Андрея Клименко в этот день сертификаты получили три человека. Выплаты на строительство приобретения жилья в сельской местности вручается Абакомару Валентине Андреевне. В селе деятельства вручается Балакиной Юлией Сергеевне. В этом году сертификаты на жилье выдаются уже второй раз. Первый раз мы выдавали два свидетельства жителям, гражданам, проживающим в сельской местности, и два свидетельства выдавали молодым специалистам. Молодые специалисты у нас были в деревне Антонова и поселок Буланаш, хотя женщина у нас работает молодым специалистом в поселке Красногвардейский. В этом году у нас молодым специалистам деньги закончились, которые нам выделяли, два человека мы смогли приобрести. Но гражданам мы планируем восемь семей обеспечить, из них получается, что вот шесть свидетельств мы уже выдали. Это в основном у нас получается граждане поселка Буланаш, потому как мы предоставляем это в порядке очередности. И вот так попалось, что в этом году у нас только поселок Буланаш. Сумма какая, сумма разная, но в принципе это практически от состава семьи, от социальной нормы, одиноко проживающие 33 квадратных метра. Здесь предоставляется субсидия 70% от стоимости жилья по соцнорме. То есть ограничения верхнего потолка нет, вы покупаете хоть сколько хотите, но по нормативу, а дальше все квадратные метры за счет гражданина ради бога, пожалуйста. Все те, кто получил сертификат в этот день, это жители поселка Буланаш. Но, как заметил Андрей Клименко, это была не спланированная акция, а порядок очередности. Ну вот, да, вот сегодня так, следующий у нас по очереди, на следующий год, думаем, если количество такое же денег будет давать, там уже тоже поселок Красногордейский у нас есть, село Мостовское есть. Мы не имеем права сортировать как бы людей, вот сегодня мы дадим Мостовой, завтра, значит, было. У нас есть у нас очередность, когда по дате поступления, по постановке на учет люди, так мы обязаны давать. То есть у нас поселок был наш признан сельской местностью, и мы не имеем права нарушать. То есть все они стояли друг за другом? Конечно, конечно. Дата регистрации, все. Еще, значит, у нас планируем, что в этом году два человека будут у нас, и средства закончатся. Будем рассчитывать, что еще. Да, то есть на 11-й год мы будем считать, что планы уже досрочно выполним. В этом году мы активно вообще поработали, кстати, благодаря очень активной позиции Зинаиды Андреевны. То есть работали достаточно продуктивно и быстро. Вот молодые специалисты получили, будем считать, субсидии на жилье. В то же время будем надеяться, что вдруг некоторые муниципалитеты отработают хуже, и тогда у нас появится возможность улучшить, может быть, одно и двум семям еще в этом году. Но это надежда такая у нас, немножко призрачная, но будем верить. Ну, у нас уже был такой опыт. Но мы как-то, позапрошлым году, по-моему, 2 миллиона нам свалилось на голову в конце года, и мы быстренько освоили. То есть, по большому счету, все документы по очередности по семьям, они подготовлены. Поэтому мы в любой момент, как только появляются областные деньги, мы можем уже предоставить весь этот пакет документов, для того, чтобы данные семьи могли участвовать в данной программе. Сколько еще в списке? Ой, ну списки у нас большие. У нас по гражданам мы формируем обычно на следующий год в конце лета, к 5 августа мы должны сформировать эти списки. Я так думаю, что человек 50-то будет точно. Это по гражданам, но и молодых специалистов у нас тоже, в общем-то, с десяток наберется. А в этом году у нас, наконец, с прошлого года, как-то мало было молодых специалистов, может быть, поэтому нам ограниченное количество средств выделили. А сейчас люди встали в очередь. И надеемся, может быть, потому что в 2009 году, в 2010 году молодым специалистам мы приобрели 7 квартир. Ну, наверное, тоже область вот так сортирует, что раз мы в прошлом году много освоили, в этом году дали поменьше. Ну, тем не менее, будем надеяться, да? Да, конечно. Будем надеяться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!